Ну что ж, дорогие друзья, потихоньку мы подкрадываемся к тому, что нам нужно. Останутся теперь еще пару здесь на щеках сделать вот эти накладочки. Видите? А потом вот здесь, 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 здесь металлические еще накладки с заклепками. Ну и все. Ну, покажу, как только до этого дойдет. Ну, то есть вот что я имею в виду под этими вещами. Так, и ну теперь с этой стороны такой же. То есть вот так выглядит уже более интересно. Ну, а теперь настала очередь формировать заднюю часть. Вот эту, вот здесь. То есть у меня глина закончилась, и черная, и коричневая закончилась. Мне приходится розовая. Ну, раз, вы помните, мне прислали, вместо черной мне целый блок прислали заразы. Вот этой розовенькой. Ну, вот теперь мучаюсь. Ну, ладно, виднее будет. Для вас, во всяком случае, это предпочтение. Преимущество, вернее, я хотел сказать, предпочтение. То есть я сейчас выведу вот эту часть такую. Наведу на ней ребра. И поставлю еще раз, предпоследний раз, наверное, запекать. Ну, уже пора. Сел я 8, наверное, сейчас уже 4. Пора будет заканчивать голода. Еще раз много работы. Ну, а теперь наступило время самого интересного. То есть я покрываю тонкими пластами модель эту. И наношу на нее, ну, не знаю, плохо видно структуру. Она такая, как роговая. Я думаю, что когда при покраске, то будет очень хорошо видно сейчас. Не очень. Ну, ничего, дождемся. После того, как структура запеклась, я начал оформлять уже железные детальки. Так как у меня нет моих любимых трубочек, чтобы делать болтики, то я вышел из положения так, что я накатал шариков. И надел, разделил их пополам, надел с них заклепочек. Таким образом получились заклепки. Ну, что делать? Вот сейчас я на боковины сделаю и на рога. Лучше всего сначала сделать из бумаги шаглончик, примерить его. Так. Видим, что почти попал. Ну, еще вот тут. Немножечко вырежем. Так. Под глаз попало правильно. Вот. То есть... Вот так уже будет довольно-таки хорошо, но надо еще. То есть это подгубка просто, ребята. Каждый по своей модели. Когда шаблон готов, Прикладываем его к глине. Пререзаем. Вот так. И смазав модель, поставим сейчас на место. Так. Продолжение следует... Помогите. Вот я вижу, что я все-таки переборщил, но не страшно. Все это подрезается, обрезается. Вот получается, что теперь просто поставим пару гаечек здесь и там, болтиков, вернее этих. Так-так-так-так-так-так, где-то здесь синенькая была, чуть-чуть отвалилась тут. Ничего, сейчас поправимся. Вот мы работаем с глиной, она позволяет нам такие вещи делать. То есть исправлять там, где что-то косяк какой-то произошел. Вот так. Теперь ввожу тут, а здесь. Здесь поставим две захлепочки. Вот одна. Вот тоже. Ну а тут, конечно, три. Вот с … Так, поцарапаем тут на заклепочке-то, вернее, на заплатке. Заплаткой поставил. Ну и тут ещё надо на рог вот сюда сделать такую же. И с обратной стороны. Ну и примерно всё. Поставим запекаться потом. Ну вот и всё теперь. Теперь осталось запить последний раз и покрасить. Что мы сейчас и сделаем. Ну вот, после того, как это всё удачно... Ну вот, после того, как всё это удачно запеклось, то есть мы видим этот шлем получившийся. Теперь мы возьмём сначала краску тёмную, металлик, и не жалея пройдём по всему. Главное, чтобы попало во все неровности, во все щелочки попало, потому что потом у нас с вами пойдёт уже светлый после этого. Ну и естественно, он должен попасть во все углубления потом. Ну то есть я взял краску металлик, и вот результат пока вот такой. Ну а дальше будем тут патинировать ещё, сухую кисть применять и так далее. То есть, покуда мы не добьёмся, будет такого уже более контрастного варианта. Ну вот такая у нас с вами головёшка получилась. Сейчас нам надо её... Я её серебрянкой-то покрасил, но сейчас надо её затемнить. Вот тут слишком светло. То есть я разбавленная акриловой красочкой начинаю тут подкрашивать её. Делаем тюмнее. Она зальёт то, что нам нужно. Ну то есть все впадины, а остальное мы уже с вами высветлим, уже более свежая серебряночка. Есть у меня такая. Дадим ей затечь. Вот все эти... ...спалинки. Так называем их пуклости. А выпуклости мы сейчас с вами, как только это высохнет. Можно, конечно, подождать. Но если не хочется ждать, воспользуемся феном. Далее берём более светлый акрил. Металлический вдавливаем. Кисть в этот раз возьмём пожёстче. Поменьше и пожёстче. И... Добиваемся... ...сухой поверхности. Ну и начинаю тут. Сразу появляется блеск. Можно нам металлический блеск. Ну и что... П quelque, больше subject... Оговариваем. Так вот и проходим по выпуклым местам, тем самым увеличиваю эффект выпуклости. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь можно будет приступать уже к сложной части, это вот этот панцирь сам. Ну, чем глаза боятся, руки делают. До следующего раза, ребята, до следующего видео. Пока.